Профессор Нэнси Мак Уильямс еще в 1998 году сказала о том, что нарциссизм приобретает характер психической эпидемии. Про то, что творится сейчас, вообще даже говорить страшно, потому что тогда эта эпидемия только начиналась, а сейчас она, к сожалению, продолжает развиваться и становится все более обширной, и приобретает все более широкий и масштабный характер. Что делать, когда нарцисс пытается вами манипулировать, для чего он раскачивает свои качельки, вот эта вот идеализация, обесценивание, как себя вести при попытках нарцисса вами отманипулировать, подцепить вас на крючок, привязать к себе. Об этом очень-очень много говорится в интернете, очень много. Роликов на эту тему найти можно масса. Однако вот о том, что нужно делать тогда, когда нарцисс вас начал обесценивать, а вы на это не реагируете и не покупаетесь. Вот об этом почему-то очень мало где говорится. Подразумевается, что в том случае, если вы не купились, то на этом, собственно говоря, событие и заканчивается. Но на самом деле это не совсем так. И сегодня мы поговорим с вами про последнюю манипуляцию нарцисса. Итак, нарцисс пораскачивал свои качельки, идеализация, потом переходит фаза обесценивания, и он начинает вас, как сейчас принято говорить, токсить. То есть он начинает пытаться использовать вас как в качестве контейнера, закономерно собирая с вас дань за то, что он так долго в вас вкладывался. С его точки зрения это абсолютно закономерно. Хотя, повторюсь, уже много раз говорил и повторюсь еще раз, нарциссы не осознают своих манипуляций. Они не понимают, что они делают, они не понимают, что они творят. Они действуют абсолютно искренне и абсолютно убеждены в правоте того, что они действуют. Эта абсолютная убежденность носит отчасти психотический характер, но, собственно говоря, она, с одной стороны, характеризует нарциссическое расстройство личности именно как расстройство, а, с другой стороны, она как раз и делает нарцисса страшно убедительным как в собственных глазах, так и в глазах своей жертвы. Так вот, вернемся к этой ситуации, когда нарцисс вас начал обесценивать. А вы, допустим, все это время были на чеку. Вы понимали, что творится, что происходит, куда все идет, что перед вами нарцисс. И в тот момент, когда он начал вас токсить, надеясь вас завиноватить, потому что любимый инструмент для манипуляции нарцисса – это навязать своему партнеру чувство вины. Чем оно будет ядерным, более ядерным, тем для нарцисса это лучше. На самом деле, тоже далеко не случайно, потому что это тоже один из элементов проекции нарциссического механизма. У нарцисса чувство вины на самом деле есть, просто оно носит до крайности глубоко вытесненный характер. Настолько вытесненный, что нарцисс его в себе не осознает и действует так, как будто бы его у него на самом деле нет. Однако при этом он очень интенсивно стремится навязать его, в первую очередь своим жертвам. Хотя и не только, далеко не только. Так вот, значит, нарцисс переходит в фазу обесценивания, готовится вас утилизировать, а вы на это не ведетесь. Вы уже поняли, в чем дело, и ему с вами ничего не сделать. Вы стоите на своей позиции твердо, у вас ничего не получается. У него ничего не получается, прошу прощения. Вы думаете, нарцисс на этом остановится? И он тихо, молча, обиженно сопят свою сопелочку и дойдет в сторонку? Нет, вы ошибаетесь, дорогие друзья. Он так не сделает. Если нарцисс начал вас обесценивать, а вы на это не поддаетесь, то в этом случае нарцисс включает свою последнюю манипуляцию. В чем она заключается? Очень просто она заключается в том, что нарцисс начинает очень интенсивно и активно проецировать себя на вас. Причем зачастую, прям буквально в смысле слова. То есть, например, тогда, когда нарцисс знаком с понятием нарциссизма, знает в теме, в курсе дела, то он вас и будет обвинять в том, что вот вы как раз есть нарцисс, и вот я наконец-то понял, что ты нарцисс, глядя на тебя, на то, как ты не виноватишься, и на то, как, значит, у меня не получается тебя отвампирить. Причем вступать с ним в полемику по этому поводу бесполезно. Ну как же так? Я же был такой эмпатичный, я столько для тебя делал. А это ты притворялся и маскировался, будучи нарциссом. А вот сейчас я тебя разгадал. Ну как же я вот продемонстрировал столько эмпатичности, так много для тебя всего сделал вокруг, так старался. Это ты старался просто для того, чтобы быть перфектным и быть безупречным в моих глазах. Ну вот теперь, когда я разгадал какой-то перфектный и безупречный, на самом деле маски сброшены, и ты теперь ведешь себя действительно как нарцисс, высокомерно от меня отворачиваешься, значит, не хочешь меня слушать, не хочешь иметь со мной дело и так далее, и так далее. Дорогие друзья, в этом случае, когда началась вот такая вот проекция, ну о том, что его партнер нарцисс, нарцисс упрекает своего партнера только тогда, когда он, повторюсь, знаком с понятием нарциссизма. В том случае, если он с ним не знаком, то он в этом случае просто упрекает его в черствости и бездушности, и что вот он наконец-то увидел его подлинное лицо. У нарциссов происходит, как это сказать, перестановка мест слагаемых, и сумма от этого меняется очень значительно. Эта перестановка заключается в том, что нарцисс не замечает, не видит, что партнер реагирует на его поведение. Он не замечает, не видит того, что партнер реагирует на то, что качельки карточнулись в сторону обесценивания, и что теперь от этого танка нужно убегать и прятаться куда-нибудь в ближайшие лесополоси. Он этого не замечает, и он просто видит поведение партнера, как оно изменилось, и начинает ему приписывать некую самодостаточность. Вот я увидел, какой ты на самом деле. А то, что он причина его изменения, он этого не видит, не замечает, и ему этого не доказать никакими путями, никакими способами, никакими средствами. Значит, что делать в этом случае? Скажу сразу, когда нарцисс вошел в фазу обесценивания, он становится невменяемым. То есть у него, как это сказать, его психика приобретает характер пограничного расстройства. Он абсолютно уверен в том, что он говорит, его практически невозможно и нереально переубедить. Почему? Потому что переубеждение и смена своей позиции для нарцисса, как говорил один мой приятель, чревато Богом. Для него это смертельно опасно, для него это угроза, для его эго. Поэтому он будет стоять на своем и приводить все более и более либо бессмысленные, либо изобретательные, либо изобретательно-бессмысленные доводы для того, чтобы отстаивать свою правоту. Для того, чтобы как-то выйти из этой ситуации, вот мой вам самый такой вот большой совет. Значит, прежде всего, нужно не вовлекаться внутри себя. Не старайтесь, не пытайтесь нарциссу что-то доказать. Смотрите на это просто как на шоу, смотрите на это как на представление. Имейте в виду, нарцисс с вами не полемизирует. У него и мыслях нет, так сказать, с вами вступить в полемику. Он только хочет одного, он хочет навязать вам свою токсичную точку зрения, для того, чтобы использовать вас как контейнер для своих токсичных чувств, своих токсичных эмоций и переживаний. Выражаясь более старинным, архаичным языком, он на вас проецируется. Он проецирует себя на вас. Насчет языка могу вам сказать, что, например, до тех пор, пока не было известно слово нарцисс, нарциссизм, нарциссическое расстройство личности, то и в психологическом, и в обывательском обиходе широко использовалось слово вампир и вампиризм. На самом деле, нарцисс и вампир – это слова-синонимы. Просто, значит, время понятия вампир, вампиризм немножко отошло. Вот сейчас его стали употреблять заметно меньше. Почему? Потому что вампиров стало меньше. Нет, конечно. Его стали употреблять меньше, потому что на смену этому слову пришло более точное и более психологическое понятие нарцисса. Нарцисса, нарциссизма, нарциссического расстройства личности. Вот. Ваша задача – просто не вовлечься в это, не начать переживать. Смотрите на это с улыбкой, просто как на шоу. Не вовлекайтесь. И самое лучшее, что вы можете сделать – это, как это ни странно звучит, просто не вступать в полемику и проигнорировать в этот момент нарцисса. Причем очень важно, чтобы это игнорирование происходило не только внешним образом. Внешним образом, значит, что можно сделать? Можно послать смайлик, сердечко и все. И на этом остановиться. Больше ничего не надо делать. Это, кстати говоря, очень часто так нарциссов приводит в тупик. Когда они, значит, агрессивно наезжают, а в ответ получают смайлик или сердечко или какую-нибудь милую гифку. Они просто не понимают, что происходит. У них тупик настаёт. Они могут в этот момент отвязаться даже от своей жертвы. Самое важное – не вовлекаться и сохранять внутренний покой. Если вы его сохраняете, то тогда действительно по законам обмена энергиями вы ничего из себя не извлечёте, не отдадите. Нарцисс ничего от вас не получит и он ничего внутрь вас не контейнирует. Если речь идёт о живом контакте, то просто тепло попрощайтесь с нарциссом и, несмотря на все его манипуляции, угрозы, попытки продолжить эту беседу, старайтесь покинуть поле боя. Имейте в виду, что он невменяем, ему доказать что бы то ни было абсолютно невозможно и ему нужно с вами беседовать только для того, чтобы вам скандалить и попытаться вам внушить невнушаемые какие-то абсурдные абсолютно вещи. О том, что либо вы сами нарцисс, либо о том, что вы демонстрируете потрясающие чёрствости без души и он всегда знал, что вы были именно такой. Или вот он сейчас наконец-то догадался, а вы всегда были такой. И так далее и тому подобное. Просто можно в конце концов молча встать и уйти. Как это неудивительно звучит, но молчание в некоторых случаях бывает наиболее сильной формой ответа. Не старайтесь, чтобы последнее слово обязательно было за вами. В переписке смайлик, сердечко в личном живом общении просто встаёте и откланиваетесь, и уходите. И всё. Такова последняя манипуляция нарцисса. Она действительно последняя. Если вы на неё не купились, то с высокой вероятностью нарцисс от вас отстанет и больше не будет вас пытаться допечь, пытаться как-то к вам докопаться. Если это будет происходить, то это говорит о том, что помимо нарциссизма человек страдает ещё и более тяжёлыми психическими расстройствами. Кроме того, это может быть показателем, и это может говорить о том, что вы также и сами внутренне вовлеклись в этот процесс. Не пытайтесь апеллировать к абсурдности его доводов и аргументов. Он их не услышит. Не пытайтесь показать ему, насколько они нелогичны и противоречивы. На него это не произведёт никакого впечатления. Не пытайтесь показать ему, как он меняет причину со следствием местами и что-то путает и делает что-то не так. Это не произведёт на него впечатления. Почему? Потому что у него цель, конкретная цель влить, вконтейнировать вас тот токсин, который он подсознательно, подспудно, на самом деле, пусть даже не отдавая себе в этом отчёт и не понимая этого, давным-давно готовил этот шприц, чтобы воткнуть его в вас и всё его содержание в вас вести, выплеснуть его внутрь вас. Дорогие друзья, в данный момент я заканчиваю работу над своим спецкурсом по техникам терапии нарциссического расстройства личности. Это будет настоящая энциклопедия нарциссизма. В нём будет очень подробно рассмотрено, кто такой нарцисс, что он из себя представляет, кинезис этого расстройства, каковы типы нарциссического расстройства личности, как их опознать, как их отличить один от другого. Ну и, разумеется, будет очень подробно рассказано о том, как именно происходит терапия нарциссического расстройства личности. Когда, в каких случаях она возможна, в каких случаях она абсолютно невозможна. К сожалению, такие случаи тоже бывают. Но они бывают, в принципе, при любом психическом расстройстве. Что при параноидальном, что при биполярном, что при любом. Какое-то расстройство можно вылечить, какое-то расстройство нельзя. И там я подробно рассказываю о критерии, по которым можно определить, можно вылечить нарциссическое расстройство личности или нельзя. Значит, спецкурс этот предназначен для специалистов, для психологов, которые практикуют терапия нарциссического расстройства личности. С вами был психолог Александр Матяш. Всего вам доброго и до следующих встреч.